Добрый день, друзья! Добрый день, друзья мои! В эфире программа «Створопольский благовест». Завтра на Божественной Литургии Евангелист Лука сообщает нам, как Христос учил в одной из синагог в субботу. Там была женщина, 18 лет, имевшая духа немощи. Она была скорчена и не могла выпрямиться. Недух этот с упоминаемой женщиной случился по насилию дьявольскому, как и Господь говорит, которую связал сатана вот уже 18 лет. Быть может, сатана мучил ее потому, что она оставлена была Богом за какие-нибудь преступления. Ибо он, когда попущается ему свыше от Бога, причиняет всевозможные неприятности телам людей. Он и вначале был виновником того, что мы лишились нетления, в котором были созданы, и что мы соединены теперь с телом болезненным и способным к недугам. Потому что мы это понимаем под кожаными ризами. Господь самым богоприличным и полновластным повелением прогоняет болезнь этой женщины и возлагает на нее руки, чтобы мы познали, что силу и действие слова носила эта святая плоть. Она была собственная его плоть. Она не другого, существующего отдельно от него и, собственно, лично, как представляется, нечестием и нечестивому неисторию. Такова благость Господа, и так он помиловал создание свое. А сатана, сначала связавший женщину в досаде на ее освобождение, так как он еще более зла желал причинить ей, связывает с завистью начальника синагоги, и его устами осуждает это чудо. Так он везде противится добру. Сей негодует на то, что исцеление совершено в субботу. Но Господь обличает его прекрасным примером неразумных животных. Поэтому не только он, но и все прочие, противящиеся Иисусу, стыдились при таких словах. Ибо очень неразумно было возбранять исцеление человека в субботу, потому что будто бы в субботу предписано хранить бездействие, безделье какое-то. И так противящиеся Иисусу стыдились этих слов Его. А народ радовался о делах Божьих, о делах Христа. Тогда как те не радовались о делах, но мучились завистью при чудесах Христовых, народ, получая пользу от знамений, пользуясь исцелениями, радовался. Понимай, пожалуйста, каждый человек, чудеса эти и относительно внутреннего человека. Ибо душа бывает скорчена, когда она склоняется к заботам только у житийском и не помышляет ни о чем небесном или божественном. Почему и говорится, что она болеет 18 лет? Ибо кто погрешает в соблюдении заповедей Закона Божия, которых 10 и слаб в уповании на 8 век 18 лет, уже ли не скорчен тот, кто, будучи привязан к земле и постоянно согрешая, нарушает заповеди и не принимает будущего века? Но Господь исцеляет такую душу в субботу и в синагоге. Ибо Господь, когда кто соберется в себе помыслы исповедания, Он направляет эти помыслы к благу. Ибо Иуда означает исповедание и будет хранить субботу. То есть бездействие во зле, тогда Иисус исцеляет его, не словом только, говоря ему, освобожден ты от недуга своего, но и возложением рук. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В благодатной молитве проводит свою жизнь человек, выбравший путь служения Богу. Вот и нашу беседу отец Василий предлагает начать с молитвы. Святаго Благоверного Великого Князя Александра Нескому Преподобному очень сильных есть и бесстарствует Господица, Царя Николая, Царица Александра, Соблагочестивыми и в чадах, Святых Праведливого Отечественного Дима и Антисы и Святых, Поминуйтесь, спасите нас, Святого Благовища, Святого Благовища, Аминь. Архимандрит Василий Лукьянов – настоятель храма Святого Благоверного Князя Александра Невского. Храм этот находится чуть поодаль от городской суеты, в микрорайоне Ташла, Ставрополя. Отец Василий служит здесь с 2001 года. А с момента его хиротонии прошло вот уже 57 лет. Дата немаленькая. Есть что вспомнить, чем поделиться с теми, кто еще в поиске или в начале своего сознательного пути. Я Евангелие начал читать с 7-летнего возраста. У меня была тетя верующая, и от нее осталось мне Евангелие. Читал все время Евангелие. И оно незаметно, хоть что-то я не совсем понимал в 7-летнем возрасте. Что-то я уже усваивал хорошо, что все-таки там просто все излагается. А большинство, конечно, не понимал. А Господь все равно просветил. Поэтому и сейчас уже читать надо Евангелие. Хоть даже не понимаешь, оно просвещает. Свет от него исходит. Лучи света благодатного от него исходят. Как вот на Иерусалиме, там же сходит благодатный огонь. И он, говорит, даже не обжигает. Он, вроде, хуесть, но он не обжигает человека. Вот так и вот Евангелие, оно не обжигает, но таким видным, понятным для нас образом. Но оно просвещает душу и тело, и сердце, и он просвещает. И вот поэтому, когда я много читал Евангелие, я потом подумал, что надо, наверное, узнать, что как-то надо поступать в семинарию, и поступить, может быть, и поучиться там. Любопытно, что диаконом отец Василий был всего один день. Его фактически сразу рукоположили в пресвитерский сан. Ну и потом уже, вот я тоже выполняю, я стал усердно в своем служении. И я сам говорю людям, что я чувствую, что я молюсь, и вы тогда передаваться и вам. А когда так просто на миссиональном молиться, то человек не имеет вот такой цены. Они тоже люди охладевают. Так всю жизнь 57 лет служу, без перерыва. Отец Василий стал настоятелем храма святого благоверного князя Александра Невского еще на этапе его строительства. А значит, трудов создания Дома Божьего было вложено немерено. Храм вырос до своего благолепия не сразу. Он менялся на глазах. Менялись и те, кто жил по соседству. Первоначально было так, что когда идут молодежь группами или огненоски, там по-разному, некоторые останавливаются напротив храма, храмы и крестятся в улице, уклонятся на это. Такие было человек, может, 5-6-7 лет. Это было когда еще только стимулы начали воздвигать. А теперь мы уже служим здесь уже. Больше 10 лет уже служим. Все уже тут готов, сделано. А сейчас наоборот. 3-5 не молятся, а остальные все молятся перед храмом. Даже группами идут, все равно, с Толоросия молятся. У них группами, даже у них согласие, согласие между собой. Вот в чем дело. Сейчас один из Толоросий, другие с Толоросией молятся на храм и идут, проходят. В общем, получилось наоборот. Раньше получилось так, что те 2-3 человека, 5-6, не молились, а остальные – это храмы. А теперь, наоборот, остальные все ходят в улице, а 2-3 человека не молятся. Интерес к духовной жизни пробуждается у детей разного возраста. Кто-то с малых лет ходит в воскресную школу при храме. Учат здесь разному и основам веры, и творчеству. Вот, например, вместе со своими педагогами ученики сделали мини-версии Ставропольских храмов. Это далеко не все возможности для проявления талантов. Еще у нас есть, наверное, уникальный клуб, который называется «Морской клуб Юнга». То есть в нашей воскресной школе есть яхты, которые были сделаны своими руками. Почему? Вот я вам рассказывала о моряке-подводнике. Не случайно морское братство города Ставрополя часто является нашими гостями. К сожалению, все меньше и меньше уже остается этих бравых военных, потому что уходят они от нас. Ну вот, морской клуб, это не случайно вот эти все люди принимают участие в нашей воскресной школе, потому что существует морской клуб Юнга. Ребята под руководством наших наставников, руководителя морского клуба, сделали четыре лодки в свое время. Уже скоро мы будем отмечать 15-летие нашего морского клуба. Называются эти лодки, носят название «Великих мучениц» Святой Православной Церкви, а также «Великих добродетелей» христианских, «Вера, Надежда, Любовь и София». И вот на этих четырех лодках мы совершаем прогулки, совершаем регаты по водным акваториям нашего края Ставропольского. Восторг у учеников действительно неподдельный. Ну, бесероплетение не очень, а вот на яхтах обожаю. Николай уже несет свое послушание в алтаре. Он – панамарь. Говорит, что с будущей профессией пока не определился, но то, что храм – его второй дом, уверен. И в это легко поверить. Ведь и атмосфера в нем, и беседы с настоятелем дают веру в самое лучшее. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok На сегодня все. Молитвами Богородицы «Храни вас Господь!» Песня «Храни вас Господь!» Песня «Храни вас Господь!» Песня «Храни вас presentations» Песня «Храни вас Господь!» Песня «Хрус» Продолжение следует...